Черговый выпадок милицейского гвалта, один из удельников которого вынику опынулся у лякарни, гэтым разом у столине. Виктора Пигаля размерковали у ЛТП еще два годы тому, але тогда, пока ранее, оттерминовали. И вот в минулом месяце до мужчины погрукалися милицыянты и поведомили, что перед ЛТП Виктор с невядомых причин мусить пройстись с ними у РАУС. Тому протягне Настасия Хролович. За скотское отношение я просто выкунула, так сказать, напрямую просто. На приканцы травня у квартиру до Виктора Пигаля погрукался участковый, маулял, каба формить мужчину на ЛТП. Але повезли его у РАУС. И поводли Виктора уже у дорозе милицыянты пачали ему погрожать, а пасля ужили силу. Как захватывал, положил мне на пол, руки крутил, как будто преступника на улице стоял. Пасля в участку на Виктора склали протокол за то, что и он быцем был пьяный у громадским местце. Але так, як мужчину забрали з уласного дому, и навод на улице побыть он не паспел, то и подписывать протокол адмовился. Тады, поводли самого мужчины, милицыянты знову пачали з'его здекватца. А леопа у Виктора не удало, и подняться сам уже не смог. Милицыянты подняли мужчину, ды отвели у РАУС. А леопа у дли Виктора долго адмовляліся выкликать худкую. Увы, ніку милицыянты сами адвезли Виктора у лякарню, де йон перебуває і тепер. Выпрыгнути со второго этажа, останова, пятку, позвоночник. Перелом там позвоночника не такой уже компрессионный. Первая степень, вроде, как бы так, должно тоже все нормально быть. Отримать коментар у Столинскім РАУСе белсат не змог. Корреспондентам адказали, что поразмовлять з викональником обовязку у начальника по кульням омахчымасти. Слуху к Йон так само не здымая. Тым часам історії про милицейский гвалт з'являються у медиах летний што дня. Чому так отбывається? Я сталкивался сам с этим. Толку не добився. Власть вся куплена. Одного парня молодого. Мы живем там и недалеко у нас ГАИ, Хрундзинская. И вот этого парня молодого так чувствовалось, что его незаслуженно тянули в ГАИ. Там людей пару стояло. Ну, как-то возмущались. Я остановилась. Я только у него спросила, за что. А он сказал, сам не знаю. Помогите. Торговый центр «Скала» ишли, зашли, нас вытянули за шиворот. Сказали, что пьем пиво. На самом деле у парня в сумке был квас. Хотели забрать в отделение, но как-то так отпустили. Это звольненность для них. Эксклюзивные ребята у нас в стране. Виктор же подавать скаргу на милицейянтау не планує. Хоть и ведая ихные имены да прозвищи. Але каже, что немая на ГАИ ни грошей, ни силов. Настасья Хролович, Белсад.